Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберец о проделанной работе. О самых значимых событиях минувшей недели расскажет наш корреспондент. Еженедельное оперативное совещание началось с хороших и приятных новостей. Ученику 12-го лицея Сергею Мелешкову вручили диплом третьей степени за победу в Олимпиаде естественных наук. В этом году участниками интеллектуального состязания стали более 325 тысяч российских школьников. Многопрофильную инженерную олимпиаду уже несколько лет проводит Союз машиностроителей. Очень приятно, что более 2,5 тысяч ребят Московской области приняли участие. Более 30 стали призерами и победителями этой олимпиады. И среди призеров и победителей есть жители городского округа Люберцы. Далее работа совещания вернулась в прежнее русло. Об итогах минувшей недели рассказал начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. За прошедшую неделю в Межмуниципале управления Люберецкой было 1520 сообщений от граждан. По данным сообщениям возбуждено 39 уголовных дел, из них 33 раскрытия по горячим следам. Также было 250 ДТП, из них 5 пострадавших. Два пожара произошло на территории городского округа Люберцы в период с 14 по 20 мая. В первом случае возгорание произошло в автомобиле, а во втором – в двухкомнатной квартире двухэтажного дома по улице Толстого. Оба инцидента обошлись без человеческих жертв. Отдельно Максим Катаев отметил работу спасателей. 17 мая в посёлке Октябрьске им удалось предотвратить несчастный случай. В открытом окне на седьмом этаже по подоконнику прогуливается маленький ребёнок, трёх лет девочка. На место прибыли экипаж спасателей, и квартиру скрывать не стали, боялись, чтобы ребёнок не испугался. И с помощью альпинистского снаряжения из окна девятого этажа проникли в эту квартиру на седьмом этаже, и ребёнка доставили в квартиру. Ребёнок находился один, без родителей. Работа системы ЖКХ городского округа Люберцы проходила слаженно. Как доложил начальник управления, аварийных и нештатных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения не было. Также Алексей Батров рассказал о реализации губернаторских и муниципальных программ. В рамках выполнения программ капитального ремонта на 2018 год запланирована работа по капитальному ремонту в 113 квартирных домах. На текущую дату капитальный ремонт выполнен в 10 квартирных домах. В рамках выполнения программы «Мой подъезд» выполнены работы в 91 квартирном доме, в 306 подъездов, что составляет 23% от общей заявленной численности подъездов. О результатах проделанной работы сообщили также сотрудники управления дорожного хозяйства. По словам Егора Бундина, на минувшей неделе на Люберецких дорогах устранено более 700 ям. На эти цели было израсходовано 89 тонн асфальта. 17 мая совместно с представителями ГБУ Московской области «Мосавтодор» проведена проверка выполнения технологии укладки асфальта бетона во время проведения ямочного ремонта. Технология укладки соблюдается в полной мере. Глава округа Владимир Ужицкий поручил держать этот вопрос на особом контроле, а именно проверять качество выполнения ямочного ремонта и мониторить обращения жителей в социальных сетях. Лиза Игазырян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.